Приветствую вас, друзья, на YouTube-канале Футмол. Сегодня у нас в гостях Бенито Монтальво, аргентинец, долгое время работавший в Академии Марсет Барселона-Испания, спортивным директором и главным тренером, ответственным за методологию. Академия Марсет выпустила несколько десятков футболистов, которые играют не только в Ла Лиге Испании, а и по всему миру. Кроме этого, Бенито работал в Академии Испаньолов Хельсинки, и сегодня он поделится с нами футбольными секретами, как подготовить футболиста с 5 до 17 лет, чтобы он заиграл на топ-уровне. Смотрим! Бенито, добрый день, рад приветствовать тебя на нашем канале. Спасибо, что нашел время и ответишь на наши вопросы. Спасибо большое, Николай, спасибо большое за приглашение. Очень приятно, я уже давно подписан на канал Футмол и смотрел много видео. Я согласен со многими вашими взглядами и с тем, как вы смотрите на футбол в перспективе. Так что это очень здорово и действительно хорошо, что мы проводим сегодня это время вместе. Прекрасно, я очень рад этому, Бенито, что ты тоже смотришь Футмол. Футбол всех объединяет. Да, я посмотрел видео про Гави, я посмотрел видео про Максима Самородова из Казахстана, а также еще несколько видео на канале Футмол, например, про Пищука. Он сейчас тренер и хочу сказать, что сейчас действительно хорошо быть здесь. И спасибо большое, Николай, за приглашение. Окей, Бенито, ты в своей профессиональной карьере долгое время работал с детьми в академиях. В академии Марсет, в академии Эспаньол в Хельсинки. А в данный момент времени ты работаешь со взрослыми в индийской суперлиге. Скажи, пожалуйста, есть ли отличия в тренировках детей и взрослых и в чем они? Да, действительно, есть много различий. Я укажу сейчас на некоторые из них, и мы поговорим об этом. Если мы подумаем о взрослых игроках, то их обратная связь, то есть фидбэк, будет более прямой. Вам нужно следить за тем, как подходить к игрокам, но когда они еще дети, восприятие и мотивация всегда должны сопровождаться поощрением. И во многих случаях обратная связь должна быть в процессе преподавания. То есть, когда вы ведете игрока, вы даете ему несколько вопросов, а он вам предоставляет ответы на них. Нужно шаг за шагом привлекать молодых игроков к участию в обучении. Это очень поможет им расти и продолжать постоянно совершенствоваться на каждом этапе. Прекрасно. Банита, а давай тогда сейчас перейдем к детскому футболу, потому что основная наша аудитория – это тренеры, родители футболистов с 5 до 17 лет. И поговорим о том, есть ли отличия, какие качества тренировать в 5-7, в 8-13 и после 13 лет. Как ты считаешь? Нам нужно начать со снов. Футбол – это спорт, сложная, открытая и коллективная, с большим динамизмом игра. Этот вид спорта, конечно, нелогичен во многих моментах, когда, например, команда и соперник пытаются атаковать разные ворота, потом возникает коллективная ситуация. С товарищами по команде, например, с соперником, с пространством, со временем, направлением, мячом. И это создает большую вариативность и скорость. В то же время игроку нужно много думать. Если мы начнем со снов, я имею в виду 5-7 лет, нам нужно начать с того, чтобы игроки начинали много играть с раннего возраста. Должно быть много свободы и творчества. Мы помогаем им, указывая на их лучшее качество. Мы их идентифицируем. Шаг за шагом решая ситуации, проблемы, которые они находят, и выражая свои индивидуальные качества и творческий потенциал в футбольной игре. Им нужно иметь много различных игровых ситуаций, но особенно в этом возрасте я выделяю маленькие по размеру игровые ситуации. Один против одного, два на два, три против двух, четыре на три. Если у игроков все еще нет техники или понимания, другими словами, качества, у них должно быть больше пространства, чтобы иметь больше времени для самовыражения. Но мы проходим этапы, например, с 8 до 13 лет, и им уже нужно будет получить инструменты технические и тактические для решения игровых ситуаций, и начать понимать, какие существуют различные возможности в футбольной игре, особенно в разные моменты. Например, как переход в атаку, переход в защиту. Начать понимать, как они могут разрешать ситуации, и в этот момент у них появится так называемая коллективная техника, где они внедрят свою технику для игровой ситуации, для товарищей по команде, для противников. И для решения ситуаций им потребуется больше взаимодействия не только с одним, с двумя или тремя игроками, но и со всей командой. И на более ранних этапах, чтобы добавить некоторые когнитивные концепции, на которых игрок начинает специализироваться, различные позиции, на которых игрок создает свою индивидуальность. И мы, в то же время, как тренеры, должны направлять игрока, и чтобы они шаг за шагом узнавали себя лучше, становились более креативными, и у них было больше инструментов для решения любой ситуации в игре. И они будут готовы к следующему шагу, который они предпримут. Отлично. Бенита, вот все, что ты говоришь, оно во мне откликается прямо с таким большим трепетом, вот прямо-прямо. Прекрасно. Это превосходно. Это немного понимание футбола объективным образом. Вы знаете, пытаться думать о том, что это за спорт, футбол, анализировать. С каждым разом становится все сложнее. Так что анализируя и лучше понимая, как игрок учится, как мы можем применить это на практике, и, наконец, мы должны быть учителями, как тренеры. Бенита, смотри, у нас в Беларуси, в России, в Казахстане очень распространена проблема. Я с тобой полностью согласен, что 5-7 лет – это фундамент для двигательной базы, это фундамент для будущего развития психологического, это фундаменты для личностного развития. Когда ты говоришь про свободу выбора в 5-7 лет, это природа ребенка, он пришел в футбол, чтобы иметь эту свободу. Но у нас, к сожалению, очень часто тренеры и родители по-другому понимают результат развития ребенка, а именно счет на табло. И это проблема, ребенку не дают принимать самостоятельные решения. Вот есть ли в Испании или в Европе такая практика, и как ты порекомендуешь с этим бороться? Что можно сделать, как совет тренеру, что можно сделать для того, чтобы ребенок имел эту свободу? Это особенности менталитета. Я должен сказать, что это происходит не только в странах постсоветского пространства, это происходит по всему миру. Во многих контекстах возникают ситуации, когда тренеры больше думают о результате. И это то, к чему мы, универсальные тренеры, хотели бы призвать тренеров немного проявлять себя на поле. Когда они тренируются, им нужно сделать так, чтобы игрок был главным героем. Игрок должен быть главным героем, потому что в конечном счете те, кто будет принимать решения на поле, те, кто донесет наше послание на поле, это игроки. Мы предлагаем, чтобы это была среда, в которую игроки заходят, и они хотят учиться футболу и получать от этого удовольствие. Конечно, существует правило. Мы общаемся с тренерами, и в это время мы даем им инструменты. Как мы говорим, им нужно планировать тренировки, посвящать время и усилия планированию и проявлять творческий подход. Затем познакомиться с игроками, понять, как они учатся, как они взаимодействуют друг с другом, а также активно слушать и задавать четкие вопросы игрокам, чтобы лучше понять игровые ситуации и моменты игры. И в этот момент, в этот период вам нужно быть на связи с игроками, стараться передать свою страсть, свои эмоции, чтобы воздействие на них было сильным и стимулировало их совершенствоваться, чтобы они были готовы совершенствоваться, чтобы они всегда были в предвкушении предстоящих игр, чтобы они постоянно смотрели футбол, поощряйте их, делая их участниками процесса. Как говорится, не учить детей, а учить учиться. Да, действительно, учитель должен знать, как обучать. Обычно каждую неделю ставить перед собой разные цели, представить технические и тактические задачи и связать их с футбольными моментами. Переводы мяча, атакующие фазы, защита. Каждый раз это технические и тактические задачи должны быть связаны с футбольным моментом. И они начнут с так же шагом понимать разные футбольные фазы. Шаг за шагом технические и тактические моменты. Прекрасно. Бенита, я когда был в Марсетте, обратил внимание, что в самой Академии Марсетт очень много детей из различных уголков планеты. Есть дети из Европы, из Азии, Китая, Япония, Латинская Америка. А есть ли отличия между детей из разных стран? Может быть, что такое ты заметил? Чем они отличаются друг от друга? И что их объединяет? Ну да, конечно, каждая культура различна и каждый ребенок тоже индивидуален. Поэтому в Марсетте я работал со многими игроками из стран по советскому пространству. И эти ребята, возможно, более интроверты, чем, например, испанцы, аргентинцы, бразильцы. Но в конце концов, когда вы узнаете их поближе, они действительно становятся открыты к тебе. Многие из них пьют маты, они делятся культурой с тренерами и с другими игроками. Они, наконец-то, узнают друг друга получше. И нам нужно знать, что игроки пытаются помочь им провести время с пользой. Много разных моментов, иногда более личных, иногда для футбола. Попытаться помочь им совершенствоваться, а затем перенести к основной идее. Каждый ребенок индивидуальный, поэтому подход к каждому... Да, ведь я с тобой полностью согласен, Бенита, ведь мы не думаем, что мы учим играть в футбол, ведь мы сначала учим общаться, для того, чтобы это общение дети переносили на футбольное поле через мяч. Ты согласен? Конечно, каждый игрок, как я сказал, по-своему уникальный, может они сложнее, чем игра в футбол. У каждого есть своя условная структура, когнитивная, координированная, эмоциональная структура, социальная и творческая выразительность, поэтому они намного сложнее, чем даже футбольная игра, поэтому нам нужно уделять много времени игрокам и делиться с ними чувствами, страхами, целями, мечтами, которые они должны лучше понимать, как это делается, подойти ко всем и затем, конечно, поставить каждого игрока в сложную ситуацию, ситуацию футбольного матча с другими десятью парнями или четырьмя пятерьмя руками и им нужно общаться. Как вы сказали, очень-очень хорошо, что общение между ними должно быть с каждым разом более свободным и этот контекст поможет им расти. Если у них есть соперник на тренировках и в играх, это означает, что это создает большое понимание и опыт футбольной игры. Прекрасно. А вот Академия Морсет выпустила уже несколько десятков футболистов, которые играют в Ла-лиге, которые играют по всему миру. А в чем универсальность этой системы? Может ли бы Нита об этом рассказать? Хорошо. Система Морсет имеет действительно аналитический взгляд. они пытаются анализировать и давать инструменты игрокам на разных этапах. На ранних стадиях они делают акцент на координацию и больше на том, что должно быть у профессиональных игроков. Затем, когда им исполняется 12 лет, они больше разбираются в коллективной технике и больше внедряют человеческие привычки в спорт. Когда они достигают высоких результатов уже с 14 лет и старше, они пытаются развить этого индивидуального игрока во всех различных областях, таких как тактических, технических, психологических, откуда получают автономию, чтобы игроки понимали их самих. это один из методов, который помогает им вырастить много игроков и предоставить возможности. Тогда, если мы думаем об эспаньоле, это более глобальная методология, они больше изучают основы игры и создают аналитические материалы, чтобы их игроки начали больше понимать в первую очередь о себе, чтобы получить все больше специализаций в футболе и также в других областях. У нас есть свой метод, существует универсальный футбольный коучинг, это смесь глобального и аналитического подходов. Вкратце, игроки на разных этапах узнают, как взаимодействовать с футбольной игрой и понимать себя в первую очередь как игроков, что привнести это в команду и развивать свои собственные качества, чтобы иметь возможность учиться на своих ошибках, получать обратную связь от тренеров с руководством и оттуда они уже понимают, как вкладывать это перед соревнованиями во всем, чему они научились на тренировках. Прекрасно, то есть правильно ли я понимаю, что марсет это анализ, то есть учитывается как ребенок, как у него в моменте развиты качества, как он воспринимает информацию, как он развивается, и соответственно делается его проекция развития до определенного возраста, каким он может стать, развиваясь так, до 14 лет. После 14 лет идет уже жесткий отсев, и там уже остаются те, кто конкретно сильнее в данный момент времени, и последние 4 года идет уже шлифовка по позиции. А испаньол это то же самое, только после 14 лет, и параллельно еще развивается глубоко личностное качество, более такая гуманная, более гуманный подход. Правильно ли я понял? Да, и тогда я рассказывал вам о третьем, это что-то вроде микса. Есть метод, который мы создали как универсальные тренеры, совместно с Алексом Киакши, он директор по методологике, директор Левадии, и также он помощник тренера до 21 года. Кроме того, есть еще один директор по методологии из Барселоны, и я сам. И мы создали этот метод, это сочетание аналитического, глобального, и всегда, как мы уже говорили, в этой методологии игрок является главным, он понимает игру во всех аспектах взаимоотношений с коллективом, и с этого момента мы ставим целью все, что заставляет игрока расти, как физически, сосредотачиваясь на футбольных действиях и психологической ориентации, что игрок знает свои собственные характеристики, что он может вложить в команду и сделает его более творческим и сильным игроком, которого он лучше знает сам. Бенит, а то, что ты говоришь, мне очень близко, потому что я сейчас сам тоже делаю такую же программу методики подготовки тренеров, и учитываю там опыт и Интера, и Бельгийской Федерации футбола, и в том числе гуманная педагогика. Три основных принципа гуманной педагогики желания ребенка, это играть через игру, познавать мир, иметь свободу выбора и скорее стать взрослым. Но у нас в менталитете есть проблема, что под словом свобода мы понимаем анархию, поэтому для постсоветского менталитета слово свобода надо адаптировать как возможность иметь возможность принимать решения. Ты согласен? Да, это трудный способ мышления, потому что в конце концов мы тренеры как учителя для детей, поэтому мы должны создать среду подобную классу. В ней должна быть конечно же дисциплина, но и конечно они в футболе. Мы должны понимать, потому что им нравится игра, они любят играть в футбол и об этом мы должны всегда помнить. А также в футболе, в котором они играют, естественность это делать ошибку. Ошибка всегда есть в футболе. Это нормально, слушать тренеров, наказывающих за эти ошибки, когда возможно это может быть очень важным инструментом, помогающим игрокам понять, что происходит в игре, чтобы они в короткий срок поняли, почему иметь много знаний о футболе важно. Но также можете подойти к игроку, задать правильные вопросы, показать это и убедиться, что игрок лучше поймет, что происходит, и наконец, таким образом он проявит больше креативности. Это не значит, что будет полный хаос. У нас будут те правила, которые есть в игре. Среда для обучения, как мы называем это. И мы, как тренеры, и учителя представляем игрокам возможность проявить себя в таких ситуациях с ограничениями. И это нормально, что нормально в футбольной школе или классе. Повторюсь, это нормально. Это хороший подход к тому, чтобы переломить ситуацию в нашу пользу, как тренеров для обучения. То есть теплая среда, уважение правил пункт один. Пункт два это свобода это не делать то, что я хочу, а не делать то, чего не хочу. Определенно именно так. И как тренер я сказал, мы должны создать среду, которая позволяла бы преподавать и обучаться, но нам можно использовать инструменты другого рода. Например, видеоанализ игры по решению проблем. Это все позволяет по-разному подходить к игроку, чтобы стимулировать его к обучению и развитию, а также ставить перед игроками личные цели. У каждого игрока две или три личные цели на этот месяц или на ближайшие три месяца. и наконец игрок всегда мотивирован и стремится к личностному росту ради коллектива и игры. Развитие психологии отношений и целей, да? Да, именно то самопознание, которое игрокам также необходимо узнать о себе и также это очень хорошая среда, которой можно воспользоваться, чтобы получить образование, получать удовольствие и, конечно же, расти. Бенито, ты сам из Аргентины, долгое время работал в Европе, сейчас в Индии, наверняка знаешь, видишь, как кто сейчас тренирует, а есть ли вообще сейчас разница, вот как тренируют сейчас детей в Аргентине, в Испании и в Индии? Как ты это видишь? Что ж, в моей стране раньше было много случаев, когда на улице мы играли очень много, например, играли с камнями, с мячом, который не был футбольным мячом, у нас было много часов общения с футболом и из-за нестабильности в Аргентине сейчас это, конечно, сложнее и все больше детей ходят в академию и заменяют эти часы футбола одним-двумя часами тренировок в академии и даже не каждый день так что в конечном итоге мы теряем массу футбольных впечатлений и футбольных талантов например в Испании если вы мне скажете они по всей Испании есть академии в которых много игроков они работают над индивидуальной техникой и пытаются помочь игрокам расти самыми разными способами но конкуренция в Испании сейчас огромная есть много дивизионов команд категории которые наконец делают это возможным восприятие новых возможностей в футболе побеждающие игрока развиваться если вы спросите меня об Индии или менее развитых странах о футболе я хочу сразу сказать что крикет в Индии самый главный вид спорта здесь есть местные тренеры особенно в Индии не так много тренеров занимаются развитием молодежи и многим не хватает основ этой игры игры футбол когда они приходят в профессионалы потому что мы тренируем профессионалов но все еще преподаем основы бывают такого рода ситуации я хочу сказать в Финляндии это тоже интересная вещь у них отличная инфраструктура есть где часами играть в футбол гонять мяч и основное внимание уделяется индивидуальной технике и у них есть все возможности сосредоточиться на игре и когда мы были в Испаньоле мы нашли место где было много игроков с индивидуальной хорошей техникой но основы игры были далеки от того что должно было быть в этом возрасте они не воспользовались преимуществами футбольного опыта которые могли бы иметь поэтому в этом случае мы попытались немного изменить подход и когда мы пошли попытались сделать так чтобы игроки каждый раз получали игровой опыт и они лучше разбирались ситуация для принятия решений для принятия их лучших решений по игре и наконец это был действительно хороший результат мы однако пробовали это в Испании и методы также помогают игрокам получить лучшие инструменты для игры в Аргентине и Перу то же самое поэтому когда вы сосредотачиваетесь на так называемой глобальной игре футбол и каждый раз даете гораздо больше опыта игроки получают больше инструментов для улучшения и роста окей бенита хороший вопрос вот скажи как ты как тренер на какие качества ты обращаешь внимание у ребенка вот физика психология техника индивидуальная тактика коммуникации вот вот отранжируй по степени важности как ты видишь как тренер что самое важное если вы спросите меня на что я смотрю игроки это в первую очередь понимание игры я часто проверяю как игрок мыслит во время игровых ситуаций взаимодействует ли он с товарищем по команде и соперником таким образом чтобы с каждым разом быть более успешным и для этого очень важны тренировки которые имеют все грани движения да как и коммуникации принятие решений и их исполнении оттуда нам покажет поведение игрока другими словами мы увидим насколько полноценен игрок и состоявшийся он если они демонстрируют общение с товарищами по команде с соперниками с свободным пространством с пробелами с мечом постоянно наблюдают за происходящим при таком общении они будут принимать лучшие решения и это принятие решения зависит от информации которую они получают из игры и наконец важно также исполнение нам нужно следить за игроками о чем они думают во время игры что и как они взаимодействуют с контекстом и окружающей средой и наконец это то что обеспечит что игрок шаг за шагом будет лучше выполнять свои решения прекрасно с какого возраста лучше начинать тренироваться ребенку и почему что касается возраста как и в любом виде спорта как можно раньше важно чтобы игрок начинал с раннего возраста но в то же время надо смотреть контекст академии нужно действительно убедиться что они ищут игроков этой стадии например 6-7 летним если у них есть возможность разыгрывать множество ситуаций как мы сказали на маленьких площадках возможно в этом возрасте соревнуются они 3 на 3 они получают эту адаптацию на разных этапах обучения мальчиков наконец когда они уже взаимодействуют с мячом они получают стимуляцию от тренеров мотивацию от игроков наконец даже если им 5 лет 4 года и они окажутся в хорошем месте они начнут узнавать о футболе а затем на разных этапах с 8 до 10 когда они играют 5 на 5 с 10 до 13 7 на 7 или 8 на 8 и затем начиная с 13 лет когда они играют 11 на 11 им нужно взаимодействовать с мячом который является основным элементом а затем с контекстом где есть соперники товарищи по команде и пространство также время направление где атаковать Бенита а тренером футбольным детским может стать каждый либо обязательно это должен быть бывший игрок на самом деле я могу сказать вам что в Финляндии у нас было несколько тренеров которые были родителями в академии и у некоторых из них был опыт работы в качестве игроков у некоторых вообще никакого опыта не было окей мы провели с ними много времени обучая или направляя тренеров на тренировках чтобы то что мы говорим создавало окружающую среду в которой есть то что вы сказали о уважении что есть правила по которым тренеры начинаются переживать это гуманитарная сторона понимания которую игроки не хотят нарушать не хотят ошибаться которые не хотят пропустить гол они не хотят делать неверный пас но им нужно извлекать уроки из этих моментов и наконец из такого психологического подхода а также знания о футболе должны быть как можно более глубокими тренер может быть тренером по фитнесу это может быть родитель или может быть бывшим игроком но главное что у них должно быть это характеристики как у учителей как мы уже говорили чтобы создавать такую среду в которой игрок растет и старается получать удовольствие от того что он делает для того чтобы вырастить профессионального футболиста с ребенка нужно обязательно чтобы было два условия нужно чтобы была среда которая его развивает и система вот что для тебя важнее среда или система что касается меня я уже много раз отмечал о окружающей среде я сказал что это очень важно это то что мы поощряем с помощью этого метода чтобы тренеры не думали только об академии потому что наконец когда ваш игрок отправится за границу или в другой клуб не покажет чему вы их обучали наконец когда игрок знает только одну систему только один стиль и манеру игры затем когда он перейдет в другую среду другую академию в другой контекст другой клуб у него возникнут проблемы с адаптацией когда нам нужно попытаться научить их тому что они действительно изучают все различные возможности в разные моменты футбольного матча так что наконец когда они получают в тех ситуациях когда тренер хочет изменить стиль игры клуб хочет играть каким-то образом они адаптируются потому что они понимают как играть футбол и как решать различные моменты в футбольном матче да Бенит я тоже с тобой согласен я тоже считаю что среда это главное потому что в Аргентине на улицах растут футболисты раньше в Советском Союзе на улицах растут футболисты это среда натуральная природная футбольная среда да то есть если среда без системы может вырастить футболиста система без среды нет вот мое мнение на самом деле в моей ситуации я с раннего детства играл в футбол но только в 16 лет пошел в клуб я играл в клубе по соседству я ходил тренироваться с тренером с командой и на очень очень поздной стадии стоит признать но конечно Аргентина это футбольная страна и я играл я все время пытался получить возможность в футболе но у меня была школа и образование я изучал английский язык и на тренировку у меня просто не было времени в раннем возрасте но наконец я подошел к этому этапу очень важному этапу без ограничений без страха стать футболистом я рос с помощью инструментов собственного творчества и тренера в школе которые у меня есть и наконец через три года я играл уже в первом дивизионе Аргентины главной категории в Аргентине это профессиональная лига и я сделал это потому что у меня был большой опыт в футболе но в то же время у меня не было ограничений и я искал свою цель достичь профессионализма и я ее достиг это был интересный момент потому что иногда мы думаем что это невозможно если вы не в академии но в то же время вам нужно руководство и окружающая среда прекрасно Бенита я вот ты сейчас рассказываешь свою историю я вспоминаю разговор с твоим соотечественником Хавьером Занетти который мне тоже рассказывал что он учился в школе мама ему говорила учись он играл в футбол во дворе для себя и ходил в какую-то академию и никогда не думал про карьеру пока там 18 лет ему не сказали ну парень давай он спросил разрешение у мамы и мама сказала да хорошо Хавьер иди в футбол но у тебя есть знания у тебя есть интеллект ну играй в футбол если тебе это нравится это один из моих кумиров юности я наблюдал за ним много лет и наконец много из той футбольной среды в которой есть Аргентина вы видите по телевизору вы смотрите эту игру вы смотрите футбол каждый день когда вы думаете о футболе все в каждом баре говорят о футболе так что наконец вы много получаете от такого рода игр окружающая среда и конечно это все находится в нашей стране и на советском пространстве то же самое моя жена рассказала мне что ее мать думала что футбол это не профессия когда я встретил ее поэтому у нас такая культура и у нас приоритет перевозчик в образовании в футболе с каждым разом становится все профессиональнее с каждым разом становится все труднее и сложнее достигать целей так что окей мы тренеры намерены давать игрокам все больше и больше опыта инструментов для их помощи в будущем возможно они станут профессиональными игроками возможно они сделают карьеру и наконец вам нужно помочь игрокам расти самим да Бенитов видишь мы с тобой очень важную тему в завершении нашего выпуска подняли ведь по сути футбол это всего лишь игра которая по статистике в серии А заигрывает один ребенок из пяти тысяч я не знаю статистику пола лиги да но ведь сейчас футбол идут очень много для того чтобы реализовать себя как вот как профессию карьера бизнес большие деньги да но вот мы сейчас с тобой сговорили что самое важное не это самое важное это иметь образование и уметь общаться с людьми тогда у тебя есть возможность и сделать и карьеру в футболе и после футбола стать человеком правильно иметь профессию на всю оставшуюся жизнь да это так как мы говорим каждый раз когда требования в футболе растут мы должны это признать и нам нужно получать образование нам нужно иметь перспективу что это касается не только футбола что хорошо мы уделяем себе все внимание за пределами поля внутри поля психологическому здоровью питанию учебе другой карьере шаг за шагом когда ты профессионал даже когда я играл в футбол в Парагвае и моя семья все равно говорила иди учись остановись и ладно это для меня было мотивацией и у меня было четкое видение но всегда важно держать свои варианты открытыми и составлять планы чтобы иметь цели чтобы иметь физиотерапию или фитнес поддержку так что шаг за шагом чтобы с каждым раз становиться все более полноценным игроком и личностью Бенита спасибо я так проникся разговором что мне прямо сейчас захотелось с тобой в аргентинский ресторан и съесть там вкусный стейк для меня это тоже был очень интересный разговор спасибо большое за приглашение и просто должны знать как я скучаю по стейкам я на данный момент нахожусь в Индии поэтому когда вы после сезона любой момент назначайте встречу чтобы мы перекусили вместе познакомились друг с другом еще больше и продолжили разговаривать о футболе Бенита значит спасибо тебе большое у меня уже в Аргентине два друга ты и Хавьер и вы оба классные парни спасибо большое за интервью если что у меня жена живет в Латвии так что у вас есть друг из страны которая находится рядышком поэтому спасибо большое до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...